Платов, параша, лех, леха. Когда была Первая мировая война? Первая мировая война, это описано в Торе, когда четыре царя встали против пяти царей. И эти четыре царя, они убивают этих пяти царей. То есть, да, захватывают. И это становится огромным, еще больше государства. И они забирают в плен кого? Лота. Это Авраама, да, племянника Авраама. Они забирают его в плен. Что делает Авраам? Он забирает с собой своих рабов или учеников. Сколько людей он берет? Двесторых властей. Триф. Одного человека он берет. Он берет с собой, посмотрите, гематрия и юж, сколько будет? И юж? И юж. Он берет с собой 317. Он с собой берет 318 учеников. 318 рабов для того, чтобы пойти. Почему не больше? Почему не меньше? Взял бы 400, взял бы 200. Почему именно 318? Потому что 317 это июж. Что такое июж? Это когда человек, он уже сдается. Сдается. И он может сказать, эти четыре царя против пятерых царей, они убили эти четыре царя, пяти царей. Правильно? Они взяли в плен. Это теперь девять государств, и Аврагам идет против них войной. Сколько людей берет? Берет 318. Почему? Потому что 317 это сдаваться. Он говорит, я не сдаюсь. Человек должен никогда не сдаваться. И, конечно, со стороны истории мы знаем, что он побеждает эту войну. Но пойнт в том, что даже если ты видишь, что уже ты ничего не можешь сделать, нельзя сдаваться. Потому что ты всегда можешь что-то делать. Ты всегда что-то можешь поменять. Знаете, сколько людей лежат на кладбище, которые могли бы столько сделать, но не успели. Но они перед тем, как умирают, они говорят, эй, я очень жалею, что я не построил хорошие отношения со своей женой, не построил хорошие отношения со своим мужем. Я очень жалею, что я не сделал такой бизнес-айдея. У меня была такая прекрасная возможность, но я ее упустил. И все, посмотрите, в nursing home просто пойдите, посмотрите, все люди жалеют. Моя идея, будьте как Аврагам, чтобы не жалеть. Сделайте то, что можете сделать. Смотрите, по закону, у нас, допустим, вчера мы нашли в Канесо золотую сережку. Кстати, если кто-то знает, это чья-то, пойдите, мы отдадим. Золотая сережка. Закон. Если человек что-то потерял, даже уже много времени, это все еще его. Когда это перестает быть его? Тогда, когда человек говорит хайшу уже, раф-таги-раф, что делать? Уже не найду. Когда человек говорит, не найду, тогда уже это не его. Почему? И рабин Минардов, он говорит, он говорит, из-за того, что ты сдался, это тебе панишмент. Панишмент, как сказать? Наказание. Из-за того, что ты сдался, это наказание, это уже не принадлежит тебе. До тех пор, пока ты держишь какую-то надежду, что это будет с тобой, это все еще твое. Даже если это не у тебя в кармане. Но когда ты забыл, то есть ты говоришь, что шут томом, я уже потерял это. И поэтому, кстати, если человек на улице нашел кэш, то это уже его. Почему человек, который потерял кэш, знает, что он больше его никогда не найдет. И поэтому по закону, по закону это уже его. Потому что человек 100% теряет надежду, когда теряет деньги. Anyway. Я хочу закончить на интересной мысли. Это уже, захожу в следующую недельную главу. Авраам и Сара. Им было сколько лет уже? 99 лет. Когда Авраам сделал обрезание. Сара. Сколько лет было? 89 в это время. Когда Бог разговаривает с Авраамом. Он говорит, я тебе дам сына. У них не должно было быть ребенка. И Сара не имела женских органов для того, чтобы иметь ребенка. Но Всевышний говорит, дружно и юж. Нет. Еврейский народ начался с того, что Авраам. Он показал Аврааму что? Он не показал ему в виде. Он сказал, выйди со своего шатра. Посмотри на звезды. Он сказал, у тебя будут дети. Авраам говорит, как? Я вижу, что по звездам не будет. Он говорит, посмотри. Что он ему сказал? Что в звезды посмотрел? Он ему сказал, имей мечту. Ашшем сначала дал ему мечту. И он сказал, ты должен верить в эту мечту. Когда ты будешь верить в эту мечту, у тебя будет ребенок от Сары. От той женщины, которая не может родить. И поэтому человек должен верить в мечту. Ты думаешь, что у тебя в семье не все правильно идет? Никогда не будет хорошо? Ты думаешь, что у тебя бизнес никогда не поднимется? Ты думаешь, что у тебя дети никогда не пойдут на правильный путь? Ты думаешь, что у тебя все уже, у тебя тоже ничего никогда не получится? Во-первых, поверь в мечту. Поверь в мечту, и Всевышний это тебе сделает. И Аврагаму поэтому он сказал, сначала выйди, посмотри. Он не сказал, что у тебя будет все. Он сказал, выйди, посмотри, посмотри на будущее, что у тебя есть. Сначала он ему продал мечту, и потом это сбылось. Мы знаем, что родился Ицхак у Аврагама, и так далее. И таким образом родились мы с вами. Мы все с вами дети мечты, и мы не имеем права отдавать свою мечту. Мы не имеем права не мечтать, мы не имеем права не видеть большое. Я был на Шаббат Хатан, и мать жениха, она очень прекрасная женщина, очень скромная, она благословила своих детей. И у него было очень такое скромное благословение. Я подошел к ней и сказал, you cannot do that. Я сказал, ты должна благословлять большими благословениями. Всевышний говорит, свой род ты должен наполнить, и я его воплощу в действие. Я сказал, don't worry, big blessings. Сдавай самые большие благословения, даже если ты в это не веришь, дай им эту мечту. Живи мечтой Всевышнего Возрада Шем, восполнить всю нашу мечту. Бару Хатанай, леолам, амин, амин.